Привет, друзья! Как обычно, по вторникам в этом часе мы в доле с молодым и интересным бизнесом знакомим вас с удивительными людьми, которые не устают изобретать новые способы заработать деньги и не только заработать деньги, но еще и заработать репутацию, хорошее настроение и вот как в случае с сегодняшними гостями, мне кажется, заработать себе положительную карму, если можно так сказать. У нас в гостях основатель социального гипермаркета Добрых дел Маркет Иван Маручков. Привет, спасибо, извини, не уточнила ударение. 651099,6 наш московский телефон, заходите на сайт финам.фм, программа в доле. Что такое социальный гипермаркет Добрых дел Маркет? Социальный гипермаркет это магазин, созданный специально для того, чтобы поддерживать социальные проекты, ну в принципе и вообще любые проекты, которые могут делать наши дорогие сограждане, пока только в городе Москве. Подожди, это что-то типа такого магазина для ветеранов и обездоленных? Нет, не совсем так. Это, можно сказать, портал для взаимодействия между социальным проектом и магазином. То есть, собственно, с каждой покупки в магазине от 5 до 25% перечисляются на проекты, зарегистрированные на сайте ddmarket.com. То есть, подожди, есть некий благотворительный проект, на который кому-то нужно сделать денег, и есть гипермаркет Добрых дел Маркет, на котором что продается? На котором пока продается все, все что угодно. Вот, то есть, задуман был портал следующим образом. Любой желающий может разместить свой проект на, собственно, сайте, и таким образом через магазин собирать необходимую сумму для того, чтобы свой проект закрыть. А сумма формируется просто, ну, ты покупаешь мыло, и из него там 3 рубля уходит. 3 рубля уходит. Так. Чего угодно покупаешь. А ты сам выбираешь, на какой проект уходит твои 2 рубля? Да, сам выбираешь, конечно. В этом и принципиальная задача нашего проекта сделать так, чтобы у человека было осмысленное инвестирование в проект, чтобы он мог выбирать, чтобы поднять вот эту вот конкуренцию между проектами, можно сказать, и качество этих социальных проектов. Получается, что вы возводите, как сказать, процесс потребления и шапоголизм в некую новую... Посмысленную фазу. Да, в некую новую фазу, в какой-то создании новую парадигму общества потребления, да? Ты не просто покупаешь и хаваешь, а еще и при этом делаешь какое-то... Покупай и помогаешь, да. Да, помогаешь кому-то делать добрые дела. Интересно, подожди, ты говоришь, продается все, а вот это все, оно откуда берется? А все берется от тех же людей, которые нам могут предлагать все, что они хотят, а мы, собственно... Это типа молоток? Это не типа молоток, да. Мы единственное, что мы следим за качеством продукции, которое нам предлагают поставщики. Вот, но, в принципе, на портале может продаваться, начиная от еды и заканчивая там подгузниками, детскими игрушками, все что угодно. То есть продукты широкого потребления? Продукты широкого потребления, да. А ценовая политика? А ценовая политика абсолютно рыночная. Вот, то есть мы работаем на уровне того, что сами, как социальный гипермаркет, да, отказываемся от части прибыли в пользу социальных проектов. И у вас есть доставка? И у нас есть доставка, да. Платная? Платная. А с доставки тоже что-то отчисляется? Нет, с доставки ничего не отчисляется, это прямое вот это как бы то, на что живет курьер. То есть я, например, могу отказаться закупать продукты в каком-нибудь интернет-магазине или памперсе, да, то же самое я могу купить у вас приблизительно по тем же ценам. Вы мне это приблизительно за ту же сумму домой доставите, но при этом какой-то процент моего, значит, моих расходов, он идет не в карман ритейлера, а на какое-то доброе дело. А как этот процент определяется? А этот процент определяется от себестоимости товара в первую очередь. То есть, например, хлеб, у него очень высокая себестоимость, его нельзя отчислить там более 5%, просто потому что он станет нерентабельным продуктом. Потому что магазин нужно содержать еще, да, но необходимо, чтобы где-то держать товары, необходимо платить зарплату там оператору, да, и т.д., и т.п. Вот, соответственно, а, например, с бытовой химией, с косметики, там, например, от высокой рентабельности, то есть высокой маржинальности товара, соответственно, мы можем отчислять много, большой кусочек. А я, а как я вот как потребитель, я зашла на сайт, там, купила стиральный порошок хлеб и хочу помочь какому-нибудь социальному проекту, но у вас же там их целая куча. Как мне определиться, на что мои деньги идут? Или это не я решаю? Нет, нет, решает как раз покупатель. Он щелкает им около проекта, который ему понравился, написано «поддержать». Он выбирает, щелкает «поддержать». Все, и следующая его покупка в дальнейшем, вот это вот социальное отчисление, оно пойдет на проект, который ему понравился. Сколько времени существует маркет? Ну, вообще задумывался он в январе, начал разрабатываться в январе 2013 года. Совсем молодая история. Да, да, да. И поскольку, ну, это просто совершенно ноу-хау, и потребовалась и сложная система, и, в общем, приходил. Ну, как бы, смогли запустить мы его только в начале августа в тестовом режиме, вот. И запустили в тестовом режиме, смогли вот к этому времени закрыть два проекта пока только, вот. Ну, и сейчас набираем, собственно, развиваем магазин активно, чтобы он именно был гипермаркетом. То есть всего три месяца функционирует проект, можно сказать, что это самый, что ни на есть, стартап. Да, свежий, молодой, агрессивный. Зеленейший, агрессивный. Ну, в смысле того, что сразу по-доброму. По-доброму, да, такое агрессивное, в смысле. Добро такое с кулаками. Ну, в общем, наверное, в наше время по-другому и не может быть. А скажи, пожалуйста, какого рода социальные проекты вы выбираете, или каким образом они оказываются в ваших подопечных? Вот эта история самая интересная, поскольку первоначально мы думали, что с нами на контакт пойдут общественные организации, фонды, которые так занимаются социальным проектированием. Ну, вот пока не все, скажем так, активно проявляют себя, поэтому... А что, какое-то недоверие к вам? Я думаю, что недоверие, да. Мы получили ряд отзывов, что, мол, вы там пытаетесь нажиться на добре и т.д. Ну, в общем, я не буду ничего вам говорить ни на кого, каждый думает, как хочет. Вот. Но у нас есть и люди, которые с нами сотрудничают, поэтому мы в какой-то момент просто поняли, что необходимо социальные проекты создавать самим. И разработали, собственно, я разработал образовательную программу для школ, для вузов, для того, чтобы ребята могли создавать такие социальные проекты. Сейчас мы вот активно развиваем это направление. Мне кажется просто, что какие-то большие фонды, они и так, в общем-то, более-менее функционируют. Это смазанные рельсы, и так или иначе деньги поступают, так или иначе фонды, которым люди доверяют, они и без того эффективны. Но есть же огромное количество социальных проектов, там, я не знаю, ну, озеленить территорию детского сада в спальном районе, да. Ну, нет на это денег у префектуры, нет на это денег у сада, а родителям тоже, ну, не всегда удается собрать нужную сумму. Может быть, такие проекты тоже могут иметь успех? Ну, вот именно такие мы, конечно, именно такие. Но с фондами просто действительно вопрос такой, потому что многие просто, ну, наверное, нормально себя живут действительно, получают гранты какие-то. Ну, с другой стороны, может быть, когда суммы исчисляются миллионами рублей, то они, в общем, ну, не хотят сразу, там, по зернышку собирать. Ну, тут, понимаешь, вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, миллионы, на миллион ты получил, например, гранта, и все, и он у тебя закончился. А мы предлагаем устойчивую финансовую систему, например, у тебя есть круг покупателей в магазине, да, 100 человек, например, которые поддерживают твой фонд. Именно тебя. Фонд, например, да, регулярно поддерживают. И вот у тебя как бы капает и капает и капает. А, то есть это бессрочная история, да. Да, если это проект, например, ну, понятно, если двор озеленили, там, до свидания, бабушки купили новый диван, ну, отлично. Да, 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 закрыли, да. А с фондами, пожалуйста, вот хоть в течение года собирай себе спокойненько, собирай, вот он будет капать на разные проекты. Если фонду доверяют, ради бога. Вот мы сейчас, там, пытались наладить отношения с «Подари жизнь», ну, вот, с фондом Челпанха. Ну, просто сейчас, честно говоря, руки не доходят даже, вот, доехали там до них, говорят, вот они как раз очень положительно отреагировали на нас. Ну, и так ряд фондов тоже. Сейчас пока у нас висят, мы думаем, как с ними простраивать отношения. А скажи, пожалуйста, вот за все, ну, за буквально там три месяца, да, уже нетестовой работы вашей, сколько у вас в базе появилось? Полтора месяца нетестовой. А, даже так? Да, сейчас девять проектов пока висит, и два закрытых. А сколько покупателей? А покупателей, ну, это вопрос в день, в смысле, или вообще всего? Ну, это говорит, что, ну, нет, я думаю, наверное, если говорить в среднем, вот, вообще, есть ли у вас постоянные покупатели уже? Есть, конечно, покупатели постоянные. И сколько это народу? Ну, я думаю, что на данный момент используют систему человек до 500, вот так вот. Вот, то есть, но мы изначально боялись так, если честно, потому что магазин, это все-таки бизнес-процессы, мы боялись вот так вот просто лезть в сеть, там, например, трубить об этом, чтобы хотели сначала процессы на микросреде отработать, хотя бы понять, как вот доставкой, так и так, как с поставщиками работать, потому что у нас в России с поставщиками непросто работать. То есть, бывает, там, заказали у тебя, да, мы же выступаем как ритейлеры, как магазин, да, то есть нам нужно где-то этот товар взять и доставить его. Ну, вот, и бывает, что ряд, ну, сложно, в общем, это все в России. Логистика непростая. Логистика непростая. А сколько у вас человек сейчас? Ну, сейчас вот 12 человек работают над проектом. Включая курьеров или курьеры тоже? Нет, не включая курьеров. То есть, постоянный штат, 12 человек. Постоянный штат, 12 человек. Добрый дел маркет сегодня с нами в доле, оставайтесь на финале, мы вернемся после новостей, вы узнаете, как можно покупать и при этом творить добро, о как. Еще раз доброе утро, с нами сегодня в доле, он, на самом деле, уникальный. Проект добрый дел маркет, гипермаркет, покупая на котором любые товары, вы можете в то же время заниматься благотворительностью, причем кому помогать, вы выбираете сами. Иван Маручков. О! Сооснователь социального гипермаркета у нас в гостях. Вань, расскажи, пожалуйста, как вообще возникла эта идея и, насколько я понимаю, аналогов не существует? Нет, нет, аналогов нет, возникла идея следующим образом, мы занимались, команда частично тоже перешла в этот проект, мы занимались образованием и разрабатывали образование для предпринимателей. И вот в момент, собственно, когда мы разработали вот этот тренажер, то есть мы придумали сначала вот эту систему, мы поняли, что это идеальная схема для того, чтобы человек проявлял свою предпринимательскую активность, потому что в ней есть все, собственно, процессы, бизнес-процессы. Начиная с создания своего проекта, заканчивая развитием, взаимодействием с конкретно своим покупателем, да, то есть через вот эту систему, через продукты питания ты продвигаешь свой проект. Ну вот так завязалось, потом... То есть это как просто был некий такой демонстрационный экземпляр. Изначально мы думали, что это тренажер для предпринимателей, да, но он и сейчас продолжает таковым быть с одной гранью, просто система оказалась настолько многогранна, то есть она впитала в себя и социальную сферу, и образование каким-то боком, да, и бизнес-процессы, вот сам магазин, это тоже целое варево такое живое, вот. Поэтому вот получилось так, что мы сейчас вот в таком многогранной среде, и даже мы не думали, что столько людей потребуется, мы думали, что эта идея такая, ну, на коленках мы сейчас ее сделаем и будет работать. И вдруг оказалось, что огромное количество людей готово подключиться к ней или вам нужно их привлекать? Вдруг, и то, и то оказалось. Во-первых, много сразу людей откликнуло с желанием помочь, оказалось, что такой проект интересен, и много у нас людей, которые хотят просто что-то делать, не просто такое там, что-то там бумаги перекладывать со стола, а вот делать каким-то, заниматься по этой работе интересной. Вот, и пока народ тоже реагирует нормально, но вот, я говорю, мы пока сильно первый раз, вот, хорошо, что нас пригласили, может, посмотрим, как люди отреагируют тоже. Действительно. Люди, реагируйте, 6510996, наш московский телефон, код Москвы 495, есть сайт finam.fm, заглядывайте на страничку программы вдоль. То есть, я так понимаю, что сейчас добрый делмаркет — это абсолютно открытая структура, готовая к сотрудничеству с любыми производителями или экспортерами, чего бы то ни было? Абсолютно верно. Ну, кроме канцерогенов, и, в общем, мы внимательно следим за тем, чтобы это был добрый магазин все-таки, добрый гипермаркет. Вот. Ну, не знаю, спортивное питание. Не, нормально, нормальный вариант. В принципе, мы готовы рассматривать любые предложения от поставщиков. Бытовая химия, продукты питания, обувь и одежда, все это может... Все может быть, да, представлено. А услуги какие-то? И услуги тоже, но сейчас вот мы не справляемся с это сложновато. Это нужно купонатор какой-то привязывать к этому социальный, то есть по-другому никак не получится. И мы думаем об этом, я думаю, что к марту-апрелю мы вот на эту историю пойдем. Ну, это ужасно интересно. Мы, получается, с вами, уважаемые радиослушатели, сейчас просто вместе с Иваном окунаемся в самое начало, начал. Это какого-то очень, как мне кажется, перспективного и коммерческий, и социального проекта. Всегда интересно стоять у истоков какого-то нового дела. Но скажи, пожалуйста, у тебя образование, гуманитарное образование, ИСТФАК, МГУ, хороший, интеллигентный мальчик, как ты оказался в бизнесе? Ну, так, а что делать-то? Нам нужно... Вот когда я долго-долго занимался образованием... Ты работал учителем истории? Я работал учителем труда. Даже так? С образованием ИСТФАК, МГУ? Это было самое лучшее. Почему? Ну, потому что труд, это все, это база, основа. Да, что ты делали на труде? Мы ножи делали, за это меня выгнали из школы. А, вот оно что. С пацанами. Ну, что, как? Нужно было уметь там, инструментом пользоваться? Конечно. А школа была такая пафосная, и меня там посмотрели. В общем, ну, это отдельная история. Не вписался историк в трудовой коллектив. Да, да, да. Ну, историю тоже преподавал, но труд интереснее. История любая... Тетка может... А вот труд, типа, преподавай, чтобы там с деревяшками повозиться. А как ты оказался на ИСТФАКе? Это сам выбрал или родители? Конечно, не осмысленно. У меня вся династия историков, в принципе. То есть у меня такие все историки. Ну, ты решил пойти дальше, основать династию предпринимателей-историков. Ну, посмотрим, да, наверное. Как так случилось, что ты стал учить предпринимателей? Что вообще это за были за системы образовательные? Я объясню. Я долго искал самый широкий способ развития личности, скажем так. То есть предметные области, которые изучаются в школе, это просто только способ развивать самого себя. А вот предпринимательская активность — это способ подтягивать лидерские качества, волевые, работать со своими возражениями. То есть это комплексное развитие, очень глубокое, фундаментальное личности. И когда мы за это зацепились, то поняли, что вот это вот как раз и с точки зрения профессиональной, это очень широкая рамка. И, в общем, это... И это нужно сейчас для... Не принято у вас говорить для страны. Так можно говорить? Нет, у нас именно так и принято говорить. Ну вот я так... Мы очень дорожим как раз людьми, которые вдоль со страной стараются делать свой бизнес. Ну, то есть ты создал какие-то коучерские курсы или ты влился в какую-нибудь там школу? Нет, мы делали проект отдельно. Это же со Сколково вы работаете. Ну, мы, да, мы сейчас завязываемся, взаимодействуем со Сколково. А вообще мы делали предпринимательский проект до этого. И, в общем, абсолютно он сейчас рабочий. Мы его запустили. Просто вот начали свое дело делать. И уже, конечно, не смогли два дела совмещать. То есть, в принципе, от одного вполне успешного и прибыльного проекта вы отказались для того, чтобы начать этот срок? Ну, это нельзя назвать было прибыльным. Это был заказ просто бизнеса. Просто образование предпринимательское для молодых студентов. А ты говоришь, мы... Ты собрал какую-то команду единомышленников? Ну, конечно, да. Однокурсников? Ну, сейчас уже и однокурсников, да. А до этого это была просто команда педагогов, которые делали вот этот вот вуз. Именно педагогов? Ну, я их называю педагогами. Мне кажется, уже можно назвать всех педагогами. Это уже профессионально. А как эти люди собирались? Вокруг тебя или ты влился в какое-то уже существование? Ну, я влил сначала в коллектив, а потом, в общем, уже его трансформировали под задачи, которые я для себя определил. Но можно сказать, что ты, в общем, это ты являешься неким центром мозговым данного сообщества? Ну, для православного человека так неприлично говорить «я-я». Ну, в общем, технически я являюсь одним из руководителей. Но у нас целая команда, которая работает и скажет, что «я-я самый мощный такой, я-я». Это неправильно. Уже с моей... Я просто зародил идею, а она уже разрослась. И уже кто там что сказал, как в музыке, кто там сыграл какую-то ноту, уже не разберешься. Но, тем не менее, когда ты пришел вот с этой идеей добрых дел маркета, кто-то покрутил пальцем у виска, кто-то сказал, что «нафига Кази Баян?» Вот, как ни странно, нет. Практически не... Ну, были. Была критика, но очень мало. То есть, поэтому мы зацепились за этот проект, что прям вот он получил, по крайней мере, сначала отзыв очень такой. Все говорят, давайте, давайте, запускайте. Особенно, могу сказать, в регионах. Мы там работали с регионами. Там вообще они ждут, вот когда мы сейчас вот сделаем в Москве и просто вот там франшизу или что-нибудь. Говорят, давайте, у нас ничего нету. Мы сейчас прям вот мы возьмем... Ну, мы просто ничего не можем. Что значит ничего нету? Нету приличных интернет-магазинов? Нету приличных интернет-магазинов. Нету социальных проектов. Ну, то есть, как раз наоборот, социальный проект, пожалуй, есть, нет финансирования на эти социальные проекты. Там фонды никак в Москве живут совсем, да. То есть, и, в общем, ну, просто жизнь другая. А вы проводили какой-то, я не знаю, ну, хотя бы среди своих подопечных бизнесменов вопрос, какое-нибудь социальное исследование по поводу действительно а, востребованности этого проекта и его вообще, ну, коммерческого какого-то благополучия, какую-то перспективу? Ну, вот с коммерческим благополучием было сложно, потому что бизнес-план такого характера составить сложно. Много очень отдаешь, и непонятно, как бы, где жить-то на что, да. Вот, поэтому с бизнес-планом возились почти три месяца, четыре, может быть, даже. Ну, мы его написали, да, конечно, смогли. Вот, потом коллегам тоже показывал, но они, те, кто занимается серьёзным бизнесом, они, конечно, так, ну, типа, ну, молодцы. Игрушки. Ну, молодцы, как бы так, то есть, хорошее дело, но, в общем, с точки зрения вот чистого предпринимательства, это нельзя назвать, знаешь, так, как это, быстрые, лёгкие деньги. Это деньги тяжёлые, очень такие тяжёлые. И, ну, ничего страшного, как к этому относиться? Зато совести хорошо. Зато, да, такое делаешь, вот там, прозвонят, спасибо, говорят. Ну, как-то это классно. Нет, ну, вообще, я как человек, который периодически подтягивают к каким-то благотворительным проектам, связанным с бизнесом, и не всегда связанным с бизнесом, безумно всегда благодарна, потому что я не, скажем так, не очень социально активный в этом вопросе человек. И когда кто-то предоставляет мне площадку для того, чтобы сделать доброе дело, ну, просто вот берут тебя, привозят с комфортом, приводят, говорят, вот побудь здесь, это будет доброе дело, сделай вот это и это, а мы тебе спасибо и вообще. И получается, что вы тоже как-то вот, ну, очень многие люди говорят, да, мы бы хотели сделать доброе дело, но у нас нет времени, нет сил, мы не знаем, как, мы не знаем, с какой стороны подойти, мы не доверяем фондам, бла-бла-бла-бла, здесь... К нам! Да, да, каждый человек имеет возможность стать немножко лучше, да, там, Очень просто, просто вот, ну, уж проще ничего не придумаешь, купи себе кусок колбасы, будешь, попадешь в рай. Вот, типа того, да, и при этом, да, и при этом, ну, можешь не обеспечить себе царство небесное, но все-таки совесть свою немножечко подкормить. Самое важное, мы культурно-просветительская организация, приучить, конечно, человека думать, видеть эти проекты, потому что зачастую мы считаем, что их нет, как бы, ну, нет проблем. То есть, подожди, если человек заходит на сайт, я не могу сейчас заглянуть на ваш сайт, он видит не только колбасу, стиральный порошок и прочее, он еще видит так же и эти социальные проекты сразу. Конечно, конечно. То есть интерфейс у сайта... Конечно, конечно, он сразу видит проекты, да. Иван Ручков, сооснователь социального проекта Добрых дел Маркет с нами сегодня вдоль, оставайтесь, мы вернемся после новостей, расскажем вам, как успокоить вашу совесть. У нас в гостях сооснователь социального гипермаркета Добрых дел Маркет Иван Ручков. Это гипермаркет, в котором вы можете купить все, что вам нужно для дома, при этом некий процент от вашего, от потраченных вами денег идет на какое-то доброе дело, причем вы сами выбираете на какое. Но с точки зрения какой-то максимально там быстрой прибыли и легких денег, понятно, что это не самый, ну, комфортный проект. Ну, а с точки зрения, в принципе, его бизнес, ну, такой, не знаю, весомости, что ли, или емкости, это можно назвать бизнесом? Конечно, конечно. Или это все-таки такая, ну, благотворительная история и не более? Ну, просто у нас понимание, видимо, бизнес — это дело по-английски, да? То есть вопрос, можно ли назвать этот проект рентабельным, наверное, так бы корректно будет спросить. Можно назвать, при определенном объеме продаж магазин может быть прибыльным. Может быть. Ну, вопрос только, что объем продаж должен быть высокий. Но мы так задумывали, честно могу сказать, что совсем без прибыли никакой живой организм бизнес жить не может. Кушать же хочется. Кушать — нет, кушать — это зарплаты. Да. А прибыль — это развитие. Поэтому прибыль все равно нужна. Нужно увеличивать склады, там, да, там, ну, как бы мощности, там, выходить на регионы и т.д. То есть, вот, при определенном, если Добрых дел маркетинга станет народной площадкой, ну, на что мы очень рассчитываем, потому что если он станет народным, мы можем закрыть кучу этих социальных проектов, мы просто можем сами своими, просто вот своей ответственностью, просто свою же страну и приукрасить. Ну, да. То есть, мы все люди, всем миром друг другу можем помогать. Ну, а с другой стороны, ведь, подходя к этому бизнесу, одно дело, вы могли быть искушенными в вопросах, там, каких-то, я не знаю, креативных идей, в вопросах даже составления бизнес-планов, но ритейлерская логистика, вообще бизнес ритейлера — это довольно конкретные шаги, довольно много разных сложных условий. Ты сам сказал, отношения с поставщиками сложные, все поставщики разные. И сейчас, даже несмотря на то, что в Москве неплохая, в общем-то, инфраструктура, и в Подмосковье, да, в любом случае наладить эти все механизмы, наверное, непросто для людей, которые никогда этим не занимались. Как вы здесь, вот, кто-то вас учит, или вы на своих ошибках, там, на грабли наступаете. И так, и так, я могу сказать. То есть есть в команде и человек, который умеет это делать, вот, но даже несмотря на это, все равно набиваем шишки, потому что, ну, так, ну, логистику непросто простроить, действительно. А как вы выбираете поставщиков? Ну, они, во-первых, сами приходят зачастую, а во-вторых, что, вот, например, с Комусом, мы сейчас стали дистрибьютором, я просто хочу рассказать, да, стали дистрибьютором Комусом. Комусом, Комусом, который производит канцелярский. Канцелярский. И, в общем, с Абсом сейчас предлагаем бизнесу поддержать нашу идею, уже продаем не просто там B2C, то есть клиентам, а B2B, то есть бизнесу продаем те же товары Комус, но вот с 10%, с коэффициентом, вот это отчисление на проект. И вот сейчас надеемся, что с Комусом тоже договоримся, они поддержат акцию, вот, и мы проведем ее. А ты говоришь, прости, они сами вас находят Вы делаете какую-то рассылку Комус мы решили Шаг найти Но во многом мы еще хотим Поддержать небольших Небольших российских производителей Это самая такая история Которую мы очень стараемся Вот может через вашу радиостанцию Они тоже нам помогут Но в принципе и так и так Через знакомых, кто-то у кого-то есть Кто-то о нас услышал, придет, предложит Если какой-то фермер печет хлеб Или производит масло И услышал нас Он может прям тупо вам позвать С фермером, могу сказать, будет достаточно сложно Потому что Логистика Самое простое, это товар, который не портится Потому что мы их, например, у себя положили Пошел заказ Мы его сделали Собственно, деньги перевели Поставщику Вот это самый беспроблемный способ С продуктами питания всегда сложности Это все всегда понимают Поэтому Вот по поводу еды Пока Низко не могу сказать Что мы вот сейчас прям Будем это С теми руками хвататься А все остальное Вполне нормально А нужно на Из хорошего качества На ваш адрес электронный? Да-да-да Можно в обратной связи На сайт написать У нас есть специальный отдел А на адрес сайта? Ддмаркетком Ддмаркетком Ком Ком, да Не ру Не, не ру Ну, есть и добродел Маркетру Но вот сейчас на ком Ддмаркетком Ддмаркетком 6510996 Наш московский телефон Финам.фм Сайт Заглядывайте на страничку программы В доле Вопрос от Алексея Какая гарантия того, что деньги Доходят до получателя И проверяете ли вы честность Тех, кто деньги просит? Сейчас куча Псевдоблаготворительных проектов Когда деньги просто воруют Помогать хочется и хорошо Но нет уверенности в честности Это всегда вопрос Ну, это наш специфик А вот конкретно Это моего отдела специфика В этом проекте Чтобы контролировать Качество социальных проектов Которые у нас помещают Собственно И это такой камень Ну, не камень преткновения Это просто работа большая Вот, поэтому Мы ее вполне делаем И поэтому мы сейчас Вот целым отделом следим За тем, чтобы Все было честно По каким критериям Вы определяете Что этот проект Подходит для доброго Дела Критериев очень мало На самом деле Система очень Максимально открытая Критерии заключаются в том Что Их на самом деле два Первое После Совершения этого проекта Или после Сама идея должна предполагать Что после Окончания проекта Будет лучше Чем было до До окончания И Собственно Второй Второй критерий Это Проект Любой В нашей системе Ему требуется Финансирование Ну подожди Ну а если человек просит Там, я не знаю Ботинки Ребенку Не в чем В школу ходить А вы ему Перечисляете На это деньги А он их пропивает Нет Ну здесь Это же не критерий проекта Критерии Это уже Это уже его Как бы чистоплотность Или не чистоплотность Вот здесь Система работает С двух сторон Первое Это мы проверяем Как контролирующие органы Качество То есть вы проверяете На что пошли деньги Мы проверяем Конечно Пока вот у нас хватает сил Проектов не очень много Мы можем и выезжать И смотреть И в общем проверять А то есть до такой То есть вы физически Лично контролируете Да Вот Второй момент Это Чистоплотность Его по отношению К покупателям Которые Купили через его проект Это деньги Соответственно Если он Ну Оградиться от воровства Не может никто И в государстве Никто не может От коррупции То есть в любом случае Когда система Начнет отшириться Конечно Такие наверное Случаи возможны Вот Но здесь Интересная история В том что Мы же в первую очередь Заявляем о том Что это устойчивая Система финансирования Проектов Если ты просто Один раз своровал Тебя больше никто Не даст А смысл в том Чтобы регулярно Получать помощь Смысл в том Чтобы стараться Выходить Послушай А как вообще Вопросы с деньгами Вот вы Решаете У нас недавно Был в гостях Замечательный Еще один стартапер Который Забрел Мини Ну не забрел А внедрил в Россию Систему мини Вот Ну платежей Кредитной карты Да То есть вот этих Мини станций Да Которые прям к телефону Подключаешь К мобильному смартфону Карточку прогоняешь Он рассказывал Насколько сложно Было Именно Систему безопасности Этих платежей Поставить на Должный уровень Да Там шифрование данных Бла-бла-бла Все прочее Как ты имеешь Дело с деньгами В любом случае Тебе нужно Как-то это легализовать И как-то защищать Вы вот эту систему Выплат Как простраиваете У вас оплата Кредитной карты Наличными Там у вас есть Кассовый аппарат Как вы все это делаете Ну конечно Кассовый аппарат Есть Это в порядке Но мы просто сейчас Пока не берем Оплаты картой Берем только наличными Вот Решили так Во-первых Любые платежные системы Они снимают Дополнительно за обслуживание И пока объем продаж небольшой Это будет сказываться И на проектах И в общем На всей системе Ну у вас есть отдел Бухгалтерский Конечно А как же Это же финанс Налоговая Конечно Естественно Ну да Хорошо хоть что вам Не надо какие-то там Эти пожарные Санэпидемические Пока соблюдать Нормы Пока нету Этих Ритейлерских точек Оффлайн Скажи пожалуйста Ты говоришь о том Что сейчас Пока эта вся Система находится В процессе отлаживания Вы особо не Пиарите себя Не рекламируете Ну как-то же Вы нашли своих Пятьсот Постоянных покупателей Ну Как вы идете К клиенту Вот К клиенту идет Руководитель проекта В первую очередь Конечно Он В его интересах Собрать Средства На свой проект В этом Смысле Он взаимодействует С конечным потребителем Продуктов И товаров И услуг Будущим услуг Подожди А то есть у человека Который просит денег На свой Социальный проект Еще и есть возможность Его рекламировать Конечно Это в этом Его генеральная задача На вашей же площадке В первую очередь Не на нашей площадке В первую очередь Через социальные сети Через А вот это очень удобно Конечно То есть они сами За себя должны Как-то еще Попахать Ну в этом и дело В этом и Грусть В общем отчасти Что люди конечно Зачастую Не очень это хорошо понимают И думают Что вот им сейчас Все вдруг будет Сразу Конечно Они даже не думают Что нужно пойти Может быть в местную газету Там написать У кого-то Подумать какие знакомые есть Чтобы привлечь внимание Особенно если проект Ну дорогостоящий Например Там пожалуйста Ну сходи Сделай хоть что-нибудь Для своего проекта Ну вам же тоже Каким-то образом Добрых дел маркет Нужно раскручивать Конечно Вы используете Интернет технологии Директ Я не знаю Вот сейчас Яндекс Директ Вообще ничего не используем Просто смотрим Как это работает Через проекты Вот вообще Никакой интернет То есть это вообще Странно для IT проекта И ну в общем целом Неправильно По этому По канонам Ну что даже В социальных сетях Не в социальных сетях Конечно есть все Но вот так Чтобы там Какие-то там Позиции Зарабатывать Смотрим Просто Анализируем Насколько люди Вот так вот По сарафанке Насколько им это Вообще интересно Конечно потом Ну просто Я могу сказать Еще мы Мы находимся В процессе Перевода сайта На более серьезную Платформу И когда мы Этот процесс Заделаем К концу ноября Я думаю Что То есть это уже Будет оформленная Площадка Где человек Зарегистрировал проект Сможет им управлять У него будет уже Свой там Кошелек Ну то есть вот Такая Серьезная Серьезная Вы сами Система писали Для себя Это все Или взяли Какой-то готовый Твердок То есть у вас Есть еще И IT Волшебники В компании Да А чем Чем эта система Отличается Принципиально От других Интернет-магазинов Ну тем Что она Имеет элементы Социальной сети А вот так Ну конечно Да То есть вот эти проекты Которые зарегистрированы Они требуют Чтобы Ну в идеале Сейчас пока Мы не совсем Справляемся Но в идеале Требуется Чтобы их Можно было обсуждать На сайте Чтобы их Можно было бы Как-то комментировать Чтобы если вдруг Этот товарищ Действительно Как-то Ну например Деньги Куда-то делал Или не отчитался По проекту Чтобы его могли Те же покупатели Накрыть Чтобы мы могли Его как-то Найти То есть это Это серьезная система То есть человек Приходит в магазин Купить булку хлеба А в итоге Оказывается Втянут в огромный И серьезный процесс Социального Взаимодействия И даже Я бы сказала Оздоровления Социального климата В собственной стране И в нашем обществе Он должен Это как бы Внутри переработать А ты не боишься Что люди Не захотят Так нагружаться И напрягаться На самом деле Вот эти рассерженные Горожане И там Я не знаю Хипстеры Социально Более-менее ответственные Которые там Берегут природу И сдают батарейки Куда надо Составляют минимальный Процент Нашего народного населения Большинству людей Проще Купить хлеб И не думать Больше ни о чем Ни в какие Социальные И не погружаться Вообще Тогда мы помрем Через 10 лет Как государство Ты веришь в то Что у вас будет Достаточно Я верю Что мы выживем Покупать Нет То что мы выживем Я тоже верю Но мне бы хотел Чтобы добрый дел маркет Тоже Жил и расцветал Покупателю Будет очень просто Покупатель может В два клика Сделать покупку Один клик Поддержать проект Если ему не хочется Ничего разбираться Там что-то лезть И так далее Вторым кликом Собственно Выбрать себе Булку Или там Тюбик Или что-то Что предложено В магазине Все Если ему не хочется Вообще в этом участвовать А ему хочется Как-то вот Поучаствовать Ну в принципе К нам приходит человек Который в принципе О нас узнал Как в любой магазине Значит он узнал О нас из двух вещей Ему понравились Либо продукты Которые у нас есть Предложения Либо ему понравилась Сама идея Социальной покупки Вот А конечно В большей степени К нам приходят люди Которым нравится Идея социальной покупки Вот он пришел И два клика сделал А разбираться должен Руководитель проекта Которому Эти деньги Падают Вот он должен Участвовать Да Друзья Мы пытаемся Научиться Здесь сегодня Социальной покупки Социальному потреблению Новый термин Вел Иван Мручков У нас в доле Иван Мручков Сознаватель Социального гипермаркета Добрых дел Маркет Это магазин Интернет магазин Покупая в котором Что-нибудь Вы При этом Помогаете Материально Разнообразнейшим Социальным проектом Занимаетесь благотворительностью Практически Не Подняв Даже заднюю левую ногу Станутесь Хорошим Порядочным человеком Зарабатывайте себе Очки И успокаивайте Свою совесть И при этом Не остаетесь голодным Как это все происходит Вот мы уже В течение часа Обсуждаем 6510996 Наш московский телефон Финан.фм Сайт Заходите на страничку Программы в доле Здравствуйте Александр Здравствуйте Слушаем вас У меня вопрос К Ивану Мне очень понравилась Эта идея Я в свою очередь Тоже ищу Различные Возможные Полезные идеи Сейчас разговор Шел о социальной Составляющей Соответственно Сайта Вот И у меня вопрос Такой Будет ли Организованы Скажем Различные пользователи Их личные кабинеты Ну например Это анонимные Какие-то пользователи Где я могу посмотреть Список того Кому я помог Ну в таком ключе Статистику Чтобы делать рейтинг А вот Хотя бы посмотреть Да Спасибо Спасибо Да Это вот задача номер один К концу ноября Наша Сделать хороший интерфейс Личный кабинет покупателя Личный кабинет Там Руководителя проекта Чтобы Статистику Он мог отслеживать Ну просто Вы должны понимать Что мы Не успеваем С некоторыми вещами Там справляться И поэтому Я напомню Я напомню Что проект В тестовом режиме Запущен Три месяца назад И в обычном режиме Работает всего полтора месяца Поэтому Мы говорим О совсем стартаповом стартапе О самом начале Как мне кажется Очень перспективного Социального И коммерческого Дела Поэтому да Безусловно Все это будет Но это вот кстати Правильная идея От мужчины Понимаешь Личный кабинет В котором будет статистика Моих добрых дел Конечно Привел девушку домой На первое свидание Показываешь И говоришь Смотри какой я хороший И все Девушка твоя Вот кстати О такого я не думал Понимаешь Ну а как А как Надо же зарабатывать себе Очки в этой жизни И для себя самого Чтобы чувствовать себя хорошо Совесть Она же не дает покоя Правильно А тут ты вроде как И холодильник забил И людям помог Хорошо И девушку угостил 65 10 99 6 Московский телефон Вообще Как тебе кажется В принципе У нас в России Социально ответственный бизнес есть? Конечно Вот мы Я расскажу Мы вот сейчас занимаемся тем Что накапливаем пул компаний Которые с нами взаимодействуют На уровне покупки товаров Комос Например Ну и сопутствующих товаров В магазине Вот соответственно И мы обязательно Все эти компании На свет покажем Обязательно найдем Государственные источники И какой-то Сможем сформулировать Для них Надеюсь В будущем Сейчас уже разговоры идут В государстве О социальном предпринимательстве Как отдельном кластере Вообще Которого будут Какие-то и налоговые И прочие льготы Ну дай бог Потому что у нас конечно Льгот никаких сейчас нет Ну понятно Соответственно дай бог Что мы это тоже Если Опять же Все зависит от поддержки Если мы сейчас Сможем вот так вот взяться И мне кажется Все можно сделать А ты не взаимодействуешь С какими-нибудь там Не знаю Палатой московских предпринимателей Или с какими-то Чиновниками Там Московского правительства Хотя бы Уже не федерального Хотя бы московского Которые могли бы Тоже может быть Как-то вам помочь Как раз этими льготами Какими-то каникулами Налоговыми Бог знает чем еще Помочь без законодательства Насколько я знаю Они не могут Вот Законодательства подходящего нет Взаимодействие конечно Мы стараемся Но Например Что касается субсидий бизнеса Мы не подходим просто Потому что они не субсидируют торговлю И А как Там образовательное У нас еще есть Юридическое лицо То есть оно Не субсидируется То есть предпринимательским То есть Ну тут мы не попали Вот Мы работаем Настолько уникальны Что Денег нам не дадут Не подумали Как исправить Настолько денег Отжать Мы работаем С государством Методическим центром Вот По линии образования Мы много работаем С ними И в общем Они нам Сновеси с нами Сейчас вот Да Завершаем программу Образовательную Для детей Школьников Которые могут Делать такие Социальные проекты Мне кажется Это очень важно Чтобы Вот подрастающее поколение Бог будет с нами С этими Уже с Там Сорокалетними Дядьками Которые там Только интересуются То есть вы хотите Привлекать подростков Чтобы они создавали Свои социальные проекты Тогда мы победим Потому что они строили Голубятни Клубы моделирования Самолетиков И прочее Помогали Пенсионерам Следили за своим двором Там Делали проекты По школе И так далее А как И тогда они уже Тогда мы вырастим Социальный бизнес В принципе Кто-то слушает вас Наверное сейчас Из каких-нибудь Наших солидных Радиослушателей Думают Господи Какие наивные Молодые зеленые Вообще какие-то юродивые Какие Какие Голубятни Какие пенсионеры Ритейлерский бизнес Это вообще Один из самых Жестких бизнесов В стране Один из самых Прибыльных Здесь либо пан Либо пропал Но бизнес план Есть да Конечно есть И есть Наверное Представление о том На какие прибыли Вам хотелось бы выйти Ну конечно есть Определенно есть И есть для этого Механизм Конечно есть И что И можно много денег Заработать в этом Добром делом Маркет Кому Вам Нам Ну если вся Россия Будет покупать В добром делом Маркете Конечно можно Если вся Москва Одна будет покупать Добром делом Маркете Можно А кто Ну подожди Для этого же нужно Сначала Выстроить всю эту систему И инвестировать в нее Кучу денег Посмотрим Посмотрим А вы пытались Найти инвесторов Пытались Нашлись Нашлись Пока мы им еще Не продались Ага То есть это еще Не всякому инвестору Вы хотите отдать Конечно Мы пока еще держимся На своих 65 10 99 6 Наш московский телефон Здравствуйте Егор Здравствуйте Это Ларсон Спасибо большое Вам за программу И вам Иван У меня вопрос К Ивану Иван Вот очень интересный проект А как можно Например Вот в него включиться Вот я готов Например У нас У меня Детская балетная школа Сеть школ И например Вот планируется Новогодний концерт Я бы Готов был бы Чтобы каждый человек Купивший билет Какую-то часть Там да Благотворительно Вносил Тем самым Вот можно ли Например Быстрым образом Ваш проект войти Или вообще В сотрудничество Как вы планируете Я думаю До двух успеем Иван Посмотрел на часы И я поняла Что вы уже В него вошли Егор Ddmarket.ru Да Обратная связь Смотрите Оставьте телефон Вы можете просто Залезть на сайт И просто самостоятельно Абсолютно легко Зарегистрировать проект А потом лучше всего С вами свяжутся Собственно наши сотрудники Расскажут что как Но лучше всего Потом будет созвониться С кем-то из нашего отдела Поговорить Под поводу Продвижения этого проекта Как его сделать Действительно успешным С точки зрения С точки зрения Получения В зависимости от того Что вы хотите Если вы хотите помочь Другому проекту Это одно дело Если вы хотите Сами собрать деньги Это другое дело Вы как Чего хотите Мне просто Сама идея Приятно Что Каждый человек Который Допустим Покупает билет Или какую-то услугу Скажем Что он тем самым Еще вносит Какой-то Полезный Слад Поддерживает Какие-то С билетами Наверное Можно разобраться Единственное Их нужно Печатать Технически Я думаю Это не для передачи Вам нужно связаться Просто с нами Поставьте обратную связь Или зарегистрируйте Свой проект Или позвоните По указанному И вас свяжут С кем нужно Спасибо большое Вань Раз уж Действительно Народ Слушает Активизировался 6510 99.6 Или заходите На финам FM Страничка программы В доле Присоединяйтесь Вливайтесь Я уже так чувствую Что я тоже Как-то Меня уже тоже Не отпускают Я правда Ничего не продаю И не покупаю Но У меня большая Записная книжка Я думаю Что я тоже С удовольствием Подержу Ваш прекрасный проект Чего не хватает Можно сейчас сказать Чего Нужно-то Дальше Чтобы двигаться Ну Нужна информационная Поддержка Конечно Чем больше Ее тем лучше Потому что Народ реагирует С удовольствием Но не знает Ну как так Раз Ну требуются Конечно инвестиции Здесь вопрос Понимаете Я честно могу сказать Я очень боюсь Чтобы эта система Не превратилась Вот именно В агрессивный Ритейл проект Да такой Я хочу Чтобы это осталось Вот те заложенные Ценности в проект Они остались И как бы Чтобы мы Именно так Поэтому я боюсь Впускать в механизм Кого-то Да там Продавать Большую долю Проекта Или там Что-то Вот такие Вот такие Вступать Боюсь Поэтому Если найдется Даже просто Человек Который Захочет Просто инвестировать Ну так Знаете Это такие Называются Пассивные инвестиции На Давай Пробуй Потому что Например Конечно Часть команды И Значительная часть Они работают Просто пока Кто-то на работе Параллельно Помогает И так далее Давайте вперед Ребята вместе Вот Пока Даже в 12 человек Команду прокормить Пока сложновато Вот Не хватает Хороших советов От серьезных Предпринимателей Которые занимались бы Крупным ритейлом Например Каким-то И конкретно По организации Самого магазина Потому что Пока Это Это Пока Во многом Все стихийно Происходит То есть Есть Конечно У нас Формула По которой Мы хотим Вот так 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 Но В общем В целом Когда приходит Какая-нибудь Девочка Говорит Слушайте А вот Я тут Хочу Бусики Какие-то Красивые Неизвестно Что с ними Друзья Ddmarket.com Добрый дел Маркет Наше Общее Дело Давайте Вливайтесь Спасибо Иван